Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Компания Apple начала продавать в России метки AirTag. О запуске новых гаджетов, ленте, RU, сообщили в корпорации. AirTag был представлен в апреле 2021 года. Метка создана для отслеживания вещей и ее можно положить в сумку или кошелек, либо со специальным брелком повесить на ключи или сумку. Гаджет подключается к iPhone владельца по беспроводной связи и передает данные о своем положении. При этом он не имеет собственного GPS-чипа и все данные о своем местонахождении передаются через сеть, локатор, в которую входят все iPhone и другие устройства Apple. Как работает AirTag? Корпус метки защищен от воды и пыли по стандарту IP67 и выполнен из белого глянцевого пластика и нержавеющей стали. Под крышкой находит стандартная батарейка SK3032, которую можно самостоятельно поменять. Корпус также встроен динамик, который может издавать звуки в случае утери метки. При первом подключении к iPhone с последней версии iOS система предлагает выбрать назначение AirTag, а в приложении «Локатор» устройство можно отследить, изменить назначение, удалить, включить звуковой сигнал или перевести в режим пропажи. Запуск звукового сигнала необходим, если метка находится в пределах одного помещения и ее просто нужно найти. При этом режим пропажи нужен при потере вещей с метками где-то вне дома. В таком случае в приложении «Локатор» появится место последнего подключения, и по мере нахождения других iPhone в радиусе ее действия эти данные будут обновляться. Также другому пользователю может прийти уведомление о том, что он нашел чужую метку и контактные данные владельца. Если же метку найдет пользователь Android, то ему достаточно поднести свой телефон к AirTag, чтобы определить, чей гаджет он нашел. При этом геопозиция и история перемещения метки хранится на iPhone пользователя, так как сама AirTag не имеет средств определения местоположения. Также данные с других смартфонов, которые попали в поле действия AirTag, передаются анонимно в зашифрованном виде, и эта информация доступна лишь владельцу метки. В обратном случае, если метку пытаются использовать для нежелательного отслеживания другого человека, AirTag пришлет уведомление об этом, после чего запустит звуковой сигнал. В России возможности AirTag ограничены из-за запрета на использование в России и ряде других стран технологий UWB, Ultra Wide Band, сверхширокополосная связь, возможности AirTag в стране ограничены. С аналогичными проблемами столкнулась и Samsung при запуске своих Galaxy SmartTag, однако компания выпускает версию без поддержи UWB, а продвинутая версия с этой технологией просто не продается. Для работы этой технологии нужны частоты в диапазоне от 6,2 до 8,2 ГГц, права на использование которых на территории России у Apple пока нет. Однако в ноябре 2020 года сообщалось, что Госкомиссия по радиочастотам согласилась выделить компании требуемые частоты для тестирования UWB. Эта технология позволяет увеличить дальность действия метки до 300 метров. Так, в США и других странах благодаря этой технологии можно определить точное положение AirTag, когда как в России отображается лишь примерное положение. В том числе эта же технология позволяет в режиме дополненной реальности построить маршрут до метки. Чипу 1, использующий UWB, впервые представили вместе с iPhone 11, но в России он отключен. Он позволяет передавать данные на небольшие расстояния на скорости до 480 Мбит в секунду. С этой же технологией работает HomePod Mini. Пользователь может моментально запустить музыку на колонке коснувшись ее корпуса смартфоном. Это же позволяет определить конкретного пользователя и запустить его рекомендации. В России можно купить одну метку AirTag за 3000 рублей или комплект из четырех штук за 10 тысяч. Также компания продает брелки и подвески для метки от 3,3 тысячи рублей. Влад Массина. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.